Добрый вечер. Добрый вечер всем. Мы продолжаем наши уроки по роту Чуваров-Кука. Мы заканчиваем сегодня шестую главу. У нас последний седьмой абзац. Я бы хотел только сперва к вступлению отнестись к части вопросов, которые появились в чате. У меня... Ой, полминуты можно? Прошу прощения. Появились вопросы в чате по поводу того, осуждать или не осуждать то, что было до, как относиться к тому, что было раньше. Я могу только поделиться своими мыслями. Я не уверен, что они правильные. Я только на ваш суд могу дать свои мысли, которые у меня были по этому поводу. Так вопрос, как относиться к тому, что, не знаю, тысячу лет назад тому было рабство. У евреев тоже. И всякие такие, как бы, и раньше вот общество к тому, к другому относилось плохо. И как я к этому отнесусь? Я попробовал ответить на ноге, что я лично по этому поводу думаю на основании того, что мы учили. Опять-таки, давайте вернемся к идеям, о которых мы говорили. Одна из основных идей, которая, в общем-то, есть практически... В общем-то, я думаю, Дадар не обязательно в иудаизме вообще, да? Эта идея о падении поколений. Чем дальше, тем хуже. Давайте рассмотрим, в чем плюс этой идеи. Плюс этой идеи в том, что... По-моему, да? Плюс этой идеи, большой основной в том, что... Стоп, у кого-то включил микрофон. Сергей, по-моему, у вас. Плюс этой идеи в том, что человек так, как бы, он сильнее держится за традицию, который у него есть. Меньше подвергает, может быть, сомнению то, что он получает. Как бы, общество получается более устойчиво. Минус, он получается в том, что... Сохколь, действительно, мы... Все-таки идея развития, она оказывается немножко смятой. Она оказывается не в центре. На сегодня, то, что называется рулит, у нас идея продвижения вперед развития. Соответственно, идея о мельчании поколений, она немножко в стороне. Соответственно, мое имя, оно такое. Не знаю, насколько оно верно, но мое имя, оно такое. На сегодня более правильная идея, она идея продвижения, идея развития. Поэтому это значит, что мы достаточно выросли к тому, чтобы посмотреть назад и понять, что, несмотря на то, что мы находимся на более высокой ступени, это не даст мне с пренебрежением смотреть на моих, допустим, родителей, каких-то других там моих предков, на вообще председствующие поколения и всю историю. Даже если я увижу сегодня, что общество более развито в моральном плане, чем, допустим, общество, которое было там тысячу лет назад, я пойму, что то, что у меня есть на сегодня, это все-таки пришло из того общества. И судить, в общем-то, общество, которое было на основании сегодняшних моральных критериях, это неправильно. Вот это мое мнение, и сейчас я хотел бы перейти к тексту, ну и, конечно, я хотел бы дать вам отнестись к тому сказанному, и пойдемте тогда учить на свой интересный абзац, очень интересный. И у нас будет задание для всех, и даже для себя, я подумал, на самом-то деле мне не до конца понятно, что у нас делает в книге о ротатшивах. Почему вообще плачу? Ну, это было домашнее задание для меня и для всех вас, но пробуем в конце рока на него ответить. Итак, кто хочет что-то сказать интересное по поводу того, что вот я сказал о нашем отношении к тому, что было? Ну, хорошо. Тогда начнем. Давайте я сделаю шар на текст. Рав разбирает сегодня один известный мидраж. А, я не выкинул вам текст на чат. Давайте я исправлю свою ошибку. Полминуты, с вашего позволения. Я надеюсь, это будет правильно все-таки, чтобы у всех был текст. Я надеюсь, что у всех был текст. В ближайших есть текст в чате, и мы продолжим нашу ошибку. Рав разбирает у нас здесь известный, то есть он не разбирает его. Мидраж здесь находится на фоне, как будто мы его знаем. Поэтому я его расскажу. Мы будем уже читать текст. Мидраж относится к книге «Бытья», к началу, когда Бог сказал сделать земле дерево, плодовое дерево. Если присмотреться к тексту, то сказано так, что Бог сказал сделать земле дерево, дающее плоды. А земля сделала, нет, Всевышний сказал сделать дерево, которое дает плоды и у которого вкус такой же, как и у его плодов. Да, это уже объяснение, написано чуть-чуть по-другому. Эо, этого детства! Эдспри-оцепри. Эдспри-оцепри То есть дерево, плод, делающее плоды Дерего плод, делающее плоды! Большое спасибо! Именно так, да. Дерево плод, делающее плоды. А что земля сделала? А земля не сделала дерево плод. Земля сделала дерево, дающее плод. соответственно с есть разница между тем что бог сказал земле сделать и тем что было сделано в чем разница приходит наши мудрецы и приводит мидраж говорят что имелось ввиду что вкус дерева должен был быть как вкус плода а земля смогла сделать только дерево у которого плотом вкусный а дерево самого но не имеет ни вкуса и вообще не съедобно его не вкусно никакого раз здесь объясняет соответственно мидраж по поводу дерева которое должно было сделать дерево плод которого должно было сделать земля а получилось настолько дерево дающие плоды этот метраж находится на фоне нашего повествования нашего взаце и мы поэтому нужно было его привести а теперь давайте перейдем к тексту как натан я прошу прощения почему-то у нас опять нередактированный текст оказался я взял его из хевруты откуда нужно было брать из хевруты надо было странно ладно я не знаю почему такое недоразумение я сегодня его редактировала сейчас я проверю вы хотите чтобы мы подождали я боюсь что я сейчас не смогу его послать своими силами когда давайте продолжим то что есть сначала сотворение стоило бы вкусу дерева быть таким же как вкус плода всем средством на которые на которых держится некое высокое духовное стремление глобального масштаба должно было бы ощущаться душой на той же высоте и с той же приятностью как ощущается и само стремление сама цель когда рисуем и и и себе прав берет наш мидраж и объясняет его так что такое дерево это средство а что такое плоды это цель нам вкусен только плод нам интересно только цель средство нам неинтересно в этом смысле вкус плода он вкусный а вкус дерева которое средство но не вкусно не съедобно нам неважно какими средствами придем к цели и вообще средства нам мешают мы хотим сразу быть врачом не хотим учиться 7 лет от учебы я не ощущаю той того приподнять от того такого удовлетворения как как достижение цель ран говорит что это не должно было быть изначально изначально сначала сотворение что его вкусу дерева быть таким таким же как вкус плода всем средством на которых держится некое высокое духовное стремление глобального масштаба должно было бы ощущаться душой на той же высоте и с той же приятностью как ощущается есть само стремление сама цель когда рисуем ее сами собой так вот мы себе воображаем вот я буду врачом инженером богатым там праведником неважно вот я женюсь я закончу школу я чего-нибудь вот цель она меня воодушевляет мне хорошо а средства врач от задачки готовиться к диктанту не хочу то есть средства не даже горькие а цель она сладко он говорит так не должно было быть однако природа земли нестабильность жизни и усталость духовности ограничены телесными рамками привели к тому что только вкус плода конечной цель главного идеала ощущается с его приятностью великолепия однако деревья несущие плод при всех необходимости для выращивания этого плода огрубели погрузились материально утратили свой вкус это грех земли за которой она была проклята когда проклят был также человек за его грех я добавлю здесь когда был проклят человек за грех также была проклята земля с ним это как у нас написано в начале книги битья это непонятно чем раз земля проклята мудрецы говорят а вот земля вот у нас не сделала то что я была сказана соответственно она тоже наказан и так как рад объясняет грех что это за грех такой земли и а есть ли из них свобода выбора нет ли только у ли человека нет прав объясняет что именно это грех в том что на сегодня наше вот именно инструменты как это средства они горькие мы их не любим а несмотря на то что в общем-то это же хорошие средства это средства кто раз приводит к цели у них в общем-то в идеальном мире должен быть вкус цели мы должны радоваться средством также как мы радуемся от цели но сегодня к сожалению но каждый дефект в конце концов должен быть исправлен я прошу прощения там дальше совершенно нечитабельно посмотрите пожалуйста в руте исправленный текст я сейчас смотрела только что я прошу прощения но каждый дефект в конце концов должен быть исправлен поэтому обещано нам со всей ясностью что настанут дни когда вернется на творение своему изначальному состоянию и вкус дерева станет как вкус плода ибо исправить земля свой грех и практической жизни и станут заслонять собой приятность идеального света опирающегося на достойные средства помогающими выйти из потенции в действие когда как мы сказали натан у тебя включил микрофон так точно выключил как мы сказали да мы хотим быть сразу воином мы не хотим долгих и упорных тренировок но в общем то это неправильно и поэтому в конце концов мы должны будем творение весь мир вернуться к своему изначальному состоянии вкус дерева станка вкус плода то есть нам будет нравиться также хорошие нам будет также нравиться хорошие средства выскакивает это слово средства которыми мы реализуем и идем к цели они тоже нам будут вкусны мы будем получать удовольствие от тренировок также как и от результата как олимпийская медаль в конце концов ибо исправить земля свой грех и пути практической жизни перестанут заслонять собой приятность идеального света опирающегося на достойные средства помогающему выйти из потенции в действие сама чувак освобождая поток внутренней духовной энергии погрязший в трясине сокрытия и потерявший стремление к идеальной цели выпуская на простор дух справедливости который прежде был стеснен сама чувак придаст мощи духу идеала проникнуть во всех стиле также в детали всех многочисленных средств и приспособлений и во всех них будет ощущаться вкус сияния цели не будет больше человек нести позор ленности по дороге истинной жизни так сама чувак освобождая поток внутренней энергии погрязший в трясине сокрытия и стремление к идеальной цели шува у нас исправляет желание как мы сказали шува у нас исправляет что то то что потенциально может могло быть хорошим но сейчас на не очень мы делаем чугу и возвращаем то что могло быть хорошим реально хорошим выпуская на простор вдруг дух справедливости который прежде был стеснен шува приходит открывает дверцу из темниц сама чувак придаст мощи духу идеала проникнуть во все во все силе также и в детали всех многочисленных средств приспособления мощь дух идеалов вот стремится цели не знаю вот допустим революционер они там хотели у них была великая цель сделать лучше и справедливое общество а по дороге были средства вот цель она придает величие человеку придают ему дает ему силы преодолевать всякие препятствия и так далее но сама сама дорога сама весь сам по себе путь на сегодня нет сама чувак придаст мощи духу идеала проникнуть во всей стиле также и в детали всех реализации и во всех них будет ощущаться вкус я не цель когда я буду заниматься подготовкой контрольной я буду получать такое же удовольствие как от получения диплома врача потому что подготовка контроля это часть дороги к врачу а часть дороги к спасению жизни людей а спасение людей людей это часть дороги к улучшению всего мира во всех них будет ощущаться вкус я не цели не будет больше человек нести позор ленности на дороге истинной жизни что-то позор ленности я хочу цель но я ленюсь заниматься почему тоже дорога длинная и неинтересно а в конце концов когда дорога тоже будет интересно не будет ленности я побегу по ней очень резво потому что мне будет так же классно идти бежать по дороге как и получать саму цель даже как есть плод соответственно раф иносказательно иначе конечно вообще никак нельзя объясняет наш мидраж по поводу греха земли которая сделала не сделала дерево плод дающий плоды сделала только дерево дающие плоды то есть средства реализации нам горьки а плод цель сладко в конце концов должно произойти что и дерево тоже будет плод что средства реализации нам тоже будут сладки я хочу на этом остановиться спросить вас что вам есть интересного сказать по поводу вот такое вот объяснение рава на наш мидраж просто но если пока вы готовитесь сказать у кого что есть я хочу сказать у меня у самого возникли мысли что на самом-то деле как я относится к чуде что чува это тоже средство это не цель нас нет цели сделать шум не совсем верно допустим на все средства быть у нас есть цель быть более стать более лучшим оставить дороги и зла прилепиться к дорогам добра и так далее от шума наследство и на сегодня чего это средство лекарство горькое мы не любим мы понимаем что то надо но это горько невкусно там раскаяние там платить нужно то что возвращается ну ты горько горькая пилюля нужно горько мы не любим она невкусно результаты вкусные а сама чего не вкусно поэтому это теперь в конце концов чего так как мы говорим что и не только цель но и средства будут вкусные чувату должна превратиться во что-то вкусное хорошее и положить это это первое второе конечно что шивание низ не цель а средство это конечно было немножко неправильно то как вы говорили правку кучу ватка нет сама по себе это безусловно тоже цель постоянно улучшаться постоянно изменять это безусловно тоже хорошая цель но если взять чего даже как средство по моему это ответ на то почему вообще отрывок он в нашей книге потому что вроде бы человек упоминается немножко в конце но все равно непонятно как вот это красиво объяснено мидраша относятся к нашей книге в рот от чувак чуве может то что я подумал а теперь скажите что вы подумали сегодня как преподаю как на могиле тишина и мертвые с классами стоят натан я хочу сказать что в смысле вот то что средства не будут заслонять свет это же можно понять двояко то есть можно понять что либо объективно эти средства станут такими что они будут соответствовать духу этого идеала то есть как например революция это не будет какая-то кровавая бойня а это будет переворот в умах например переворот в мировоззрении людей то есть что-то более интеллигентное скажем так или же речь идет о том что средства будут такие же или изменяется при этом только восприятие человека то есть чувствительность человека к той духовной силе которая движет этим процессом вот только это изменяется то есть вот как мы скажем во первых мне нравится что вы сказали во вторых я бы сказал оба действительно может быть очень что средства будут влиять они получат как бы отражение от цели станут более утонченными с одной стороны с другой стороны может быть и по другому то есть наши даже грубые средства если они нужны что не нужны вот не знаю сейчас знаете что-то говорите запутался вот допустим война да это средство грубое и нехорошее и мы как евреи в общем то не любят что это воевать умеем если если что то можем это самое по типу но в общем то не не любят но если мы скажем что это у нас средства приводит хорошей цели любить войну не знаю не знаю хороший хороший вопрос вроде бы да если и если это как именно средство к хорошей цели да да с другой стороны там все таки там я знаю там люди умер не хорошо как-то хороший вопрос не знаю нет у меня ответа так вот на что называется миномота на вопрос отлично если если можно свое своим отношением поделюсь к сказанному потому что ну комментировать особо нечего можно только добавить свое понимание да к этому что было сказано я понимаю так что если дшва это обретение смысла допустим смысла жизни человека да в том что человек что-то не знал там что-то делал неправильно от незнания потом он узнал как правильно и поэтому обретает смысл уже своей жизни вот недавно был урок еще одного раввина где он сказал что даже стремление к пророчеству это это тоже стремление к обретению смысла в том числе и общество и и всего мира в целом что без пророчества мы не знаем что нами как делать вот точно так же и дшва если мы узнаем как правильно тогда для нас открывается взгляд на на правильность каких-то действий в жизни или на всю жизнь в целом да это тот грех который человек делает это говорит о том что где-то не понимал или забывал как правильно и поэтому делал неправильно тогда когда он уже узнал как правильно и стремится к этому как здесь говорится лень то что то что отвлекает человека от цели если человек обрел уже смысл это то что его отвлекало уже становится второстепенным тянет куда-то от цели вот и вот я например я например так понимаю стремление к праведности допустим тоже да и если человек не знает критериев праведности то он к этому и стремиться не может но тогда когда он уже узнал эти критерии праведности у него уже какие-то какие-то там силы которые отвлекали от этого они уже перестают и перестают тянуть то что он узнал смысл и цель мое такое да но насколько я понимаю здесь у нас про то что мы хотим быть пророком но сейчас и здесь и желательно быстро а вот не знаю там 30 лет готовиться это как-то не очень нас радует да мы хотим быть сразу посвященными а вот долго для этого учиться мы понимаем что нужно и можно даже это делаем но как будовые занималу чая А Рам говорит про то, что в конце концов дорога к хорошему, к тому, что мы понимаем, что это правильно, пророчество, допустим, она тоже будет мне давать такое же удовлетворение, как и достижение самой цели. Ну, если говорить даже о том, что сказали вы, да, праведность, как вот человек узнал, что такое праведность, он хочет ее обрести, но он же еще не праведник. Для того, чтобы стать праведником, он должен обрести эти качества. О, правильно, это долгая и тяжелая работа. Он предпочел перепрыгнуть. Если он, если он даже не знал, что такое праведность, он к ней и не стремился. А вот когда узнал, тогда уже у него появилась цель. Хорошо, появилась цель. Мы говорим, нет, мы говорим, мы говорим здесь изначально про человека, у которого есть цель. Про цели человека, у любого человека есть цель. У кого-то достать шоколадку, у кого-то стать врачом, есть цель. Мы говорим, что долгая, тяжелая, тернистая, дорогая к цели, обычно она человеку, он не хочет ее, он недоволен ей. Она ему приносит, он хочет, и вот если можно это самое, купить сразу диплом, стать это самое, и не нужно учиться долго, никто меня никогда не поймает, вот, вот оно то самое. Ну, я немножко утирую, конечно, но о чем мы здесь говорим, что есть напряжение между удовлетворением от достижения цели и долгой, тернистой дорогой к цели. Дорога, она горькая, цель, она сладкая. Ратут говорит про то, что изначально должно было быть, и в конце концов будет так, что и долгая тернистая дорога к цели будет такая же сладкая, как сама цель. Мне очень понравился ваш пример, когда человек стремится стать врачом, да, то есть у него вначале появилась вот эта такая высокая цель помогать людям. И когда он уже становится на этот пути образования, да, себя как врача, он может где-то забыть об этой цели, и уже стремится к диплому или стремится там к чему-то забывать. Но это уже свойство памяти. Когда он каждый раз будет обращаться к той цели, с которой он вступал на этот путь, да, его путь будет, мне кажется, более гладким, потому что он будет переваривать свою лень и вспоминать, для чего же он это все-таки делает. Безусловно. Кто-то еще хочет что-то сказать? Я вижу, у меня на Фейсбуке есть комментарии, но я их прочту только после урока, сейчас я занят уроком, так что прошу прощения. Я хочу немножко, ну, как бы дополнить вот к тому, что сказал Вадим вообще, что Чува, видимо, возвращает человеку истинное чувство вкуса, то есть ему уже становится совсем невкусно бежать за удовлетворением каких-то хотелок, которые его отвлекают от великой цели. И наоборот, даже какой-то самый маленький шаг в направлении этой цели для него уже будет вкусным, то есть он в нем как бы будет, в нем будут проблескивать какие-то искорки вот этого большого света цели. То есть чувствительность, видимо, да, возвращается, правильная чувствительность. Спасибо, Шелек. Кто-то еще? Михаил, кто-то еще хочет что-то сказать? Послушайте, добрый вечер, Матан. Знаете, у меня все-таки есть что сказать, во сколько времени. Я хочу сказать, что вот наличие средства достижения вкусности, да, оно разрушает. Дело в том, что у нас отняли чудо, вот что я хочу сказать. Мы прокляты отсутствием чуда. Чудо, видите, чудо – это плод, но когда ты не видишь, оно вообще, оно без среза, оно просто само по себе, из ниоткуда. Может быть так? Вы как думаете? У нас отняли чудо. Пожалуйста, Жутаков, проклятый отсутствием чуда, я совсем ничего не понимаю. Я не понял, объяснись поподробнее. Давайте. Дерево – это средство, оно невкусное. Результатом является плод. Это цель. Да, была изначально задача обойтись без средства. Почему? Тогда бы это было чудо, если бы не было средства. Вы понимаете меня, Натан, о чем я? О, теперь лучше. Так, средства. Если мы только цель без средства, это получается чудо. Да, конечно. Достижение цели без средства, ну, таков нет, таково Земля сделала. Невозможно вне нее, вне мира присутствовать. Надо с ней тоже считаться. Надо так развиваться, как устроили уже. Так, по-моему, я понял, что вы сказали, по-моему, это очень хорошо и слабо. Да, то есть мы будем работать на чудо. Мы должны знать, что мы хотим достичь. Действительно. Дело в том, что, мне кажется, люди не очень хорошо ставят перед собой цели, не очень четко осознают, что они хотят... Я еще раз не понял, что такое работать на чудо? Ну вот, работать на чудо, мы должны добиться такого ощущения, чтобы жизнь была чудом. Мне кажется, я понял, если можно, я дополню от себя, да, а вы поправите. Мне кажется, вы говорите о чуде, как о том состоянии, в котором находился Адам, не пребывает в состоянии, как здесь говорится, вот этой лени. То есть ему не было вот этого качества, ему незачем было... Средство, да. То есть путь исчезает, путь исчезает, понимаете? И тогда, как мне кажется, если исчезает путь, исчезает тогда и плод. Потому что если человек... Да, возможно, возможно. С чего накоплен плод-то, где соки, через что, вот как, с чего он накоплен? В этом и есть чудо, чудо. Оно взялось. Оно не накапливалось, не тянулось ниоткуда, путь не проходило. Оно взяло и нарисовалось пространство. Оно просто как... Это как каждое дыхание, которое мы совершаем, но за которое... Которое для нас не ценно, да, пока мы не задерживаем это дыхание, и потом не сделаем очередной дыхание. Возможно. Я так тонко... Возможно, тут уже индивидуальные черты восприятия какие-то идут. Вот. Но вот что-то такое. И вот это вот, конечно, вот к чему мы стремимся. Действительно, мы же когда мы стремимся, мы стремимся вернуться в этом сетчу. Давайте тогда к самому-самому началу. И вот в чем... Вот это, мне кажется, вы знаете, прям такая... Мне прям нравится. Мне очень бы сказали, в том, что действительно, если мы уберем дерево вообще, и плоды будут висеть в воздухе, это, конечно, чудо. То есть, если у нас нет... Да, средств. ...средств, то, в общем-то, ты же видишь, у нас все чудо теперь. И это не есть хорошо. Нам должны быть средства. Они обязаны быть, и так мир устроят. Но действительно, они должны быть вкусными сами по себе. То есть, вот эта вот дорога, эти средства, мы должны понять, что они не сами по себе. ...удовольствие из процесса, да? Да-да-да, именно. Получение... Точное слово. Получение удовольствия от процесса. Именно. Да. Да, мы полежили. Лень. Мы постоянно в будущем. Все, я поняла все. Мы постоянно в будущем. А вот мы закончим школу, вот институт. Женимся, родятся детям, поженим, и тогда вот начнем жить. Вот достигнем цели. Вы знаете, там очень часто вот именно есть такое-то впустошение. Достиг цели, и ты не знаешь, и что теперь, и депрессия. Да, это не знаешь, что делать. Вот именно ты вот... Достиг вот эту большую цель, и у тебя нет чего-то дальше, и ты падаешь. Достигнуть цели – это хорошо, а вот получать удовольствие от процесса по дороге к цели. Это тоже... Да. Теперь мне очень понравилась ваша идея, если честно, что действительно, если мы вообще уберем... Хотелось, хочется иногда вот просто убрать. Просто убрать. И да, что были чудеса. Вот и раз, и чудо. Ну, конечно, это плохо. Тело не выдержит отсутствие движения. Да, да, да. Это смертное движение. Смертное движение. У вас остается по земле, что ли? Я не знаю. А ну просто, ну что делать? Все на месте. Тело не выдержит линии. Я все поняла. Спасибо вам огромное, Натан. И вам спасибо. Очень приятно. Вот и вам спасибо тоже так. Хорошо, меня поняли. А вот я такой вопрос хочу задать, если можно. А почему нам так важно, чтобы это действительно было не через чудо, а чтобы были средства, чтобы цель достигалась с помощью средств? Ведь как здорово было бы действительно. Я думаю, человек будет лишен движения. Он потеряет вообще... А, так же уже отметили так, да? Там физическую... Физическую надобность движения, когда все берется из ниоткуда, человек может не двигаться, по сути. И в этом ловушка. Тело не удержит отсутствия движения. Вот так я думаю. Мне кажется, там неплохо устроено все. Спасибо вам большое. Вопрос хороший, Шираль. Спасибо, Виктория, за ответ. Я не знаю, что ответить. Есть как бы всякие мысли, но так. Я не хочу их все-таки... Растекаются по древу. Вопрос очень классный. Давайте достаем хороший вопрос. А зачем нам действительно нужны? И это, в общем-то, часть нашего урока. Действительно мы говорим, что вот средства будут такие же вкусные, как цель. А зачем они вообще нужны? Почему бы сразу так? Не раз к цели быстро, и все. Какая разница, какие средства, и вообще зачем они нужны? Вопрос отличный. Вопрос очень хороший. Без него действительно урок неполный. Не надо подумать. Так вот сразу нет у меня. Мне кажется, тут какой-то параллель есть между маном, который падал с неба, и это чудо. И это действительно еда, которая принимает вкус тот, который ты хочешь. И между тем, чтобы прийти в землю Исраэль, и возделывать землю, и выращивать плоды на земле. То есть, видимо, второе, оно все-таки соответствует больше замыслу, потому что цель наша – это осветить природу, осветить повседневность. Да, точно. Плоды наше дело. Отлично. Отлично. Хорошо. Сами спрашиваем, сами отвечаем. Отлично. Ну, кто-то еще? Ну, хорошо. Как всегда. О, нас уже 10, начали 8. Ну, отлично. Значит, всем добрый вечер. Мне было, как всегда, совсем не очень приятно и интересно. Я не знаю, вот я когда это увидел, это очень интересный, как бы разбор, вот Рав разбирает всякие интересные мидроши. Вот именно он, да, какие-то идеи, какие-то вообще возможности их понимать, потому что, ну, там земля, дерево какое-то странное, со вкусом плода, что это такое? Рав как бы дает хорошее объяснение, говорит, куда мы, в общем-то, движемся. Большое спасибо. Без вас, и вы мне тоже помогли это все. Лучше, глубже понять. И большое спасибо. Добрый всем вечер. До встречи. До следующей недели. Всего хорошего. До следующей недели. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо, Анатол. Спасибо. Сданя всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...